Бангкок Рим Бангкок Рим Бангкок Рим В источниках довольно большой и очень уютный. Чувствуется, что все сделано с любовью к людям. Сюда приезжают отдыхать и восстанавливать здоровье целыми семьями. Вода из источника очень полезна для организма и славится своей целебной силой. Это красивое и приятное место. Приезжайте! Мы находимся на Фазенде, которая занимается переработкой Ниппопальм. Из Ниппопальм делают кровельный материал, также делают папиросную бумагу, плюс ко всему сок Ниппопальмы очень полезен для здоровья человека. А если в него добавить кору определенных деревьев, то забродив, получается очень хорошее вино крепостью 14 градусов. Везде меня угощают кокосами. Тайцы знают, что это хорошо для желудка, особенно если питаться тайской острой пищей с обилием перца чили и соусов карри. Мы идем по Фазенде к плантациям Риппопальмы. Она растет в специальных канавках, наполненных водой из реки. Фермеры каждый день должны встряхивать и пить палкой по стеблю, на котором растут плоды. Через месяц такой подготовки пальма начинает ежедневно давать пол-литра свежего целебного сока, который потом довольно широко используется. Если сок не по пальму кипятить на протяжении трех часов, то из него получается отличный растительный мед. Выглядит он примерно так. Мне как раз сейчас налили немножечко этого меда, я сейчас его попробую. Не похоже ни на что. Прямо сейчас бабушка из ствола дерева Риппопальмы делает сигаретную бумагу. В провинциях чаще всего курят табак, завернутый именно в такую бумагу. Это гораздо дешевле и натуральнее. Правда, вкус у такой сигареты не совсем привычный. Такой кровельный материал в Суратани стоит 3 бата. На Букете он стоит уже 8 бат. Гарантия 2 года, что не будет протекать крыша. Вот мы находимся сейчас на юге Таиланда, в одном из мест, где продаются устрицы. Самые лучшие устрицы в Таиланде именно здесь. Селение называется Канчанадид. Оно известно тем, что здесь устрицы выращивают в промышленных масштабах. То есть очень много устрищных ферм, которые выглядят таким образом. Деревянные домики на воде. И устрицы, они прилипляются к специальным бетонным блокам. То есть бетонные блоки их вешают на веревочку на такую и опускают в воду, которая богата плантоном, которую едят устрицы. Поэтому, когда молоденькие устрицы прилипляются к этим каменным блокам, их просто оставляют в воде и подписывают этот блок в каком году, в каком месяце он был заложен. И устрицы делятся просто по своему размеру. Например, вот устрицы, которые стоят 10 бат. Вот эти вот устрицы, они стоят 10 бат всего. Это 2 года примерно устрица. Которые стоят 13 бат. Это около 2-3 лет. Ну и самые большие устрицы, которые стоят здесь 20 бат, ну их в принципе от 3 до 5 лет, они должны быть большого размера. Как правильно выбирать устрицы? Это очень важный вопрос, потому что устрицы, ну многие люди пробовали, или кто-то хочет их попробовать. Самое главное, это не просто тыкать в меню, да, когда вы их заказываете. Потому что отравление устрицами является, отравление устрицами это самое сильное отравление. Устрица должна быть свежей и живой, когда вы ее заказываете. Поэтому нужно обязательно пойти и выбрать устрицы лично. То есть, каким образом выбирать? Устрица живая, когда она закрыта. То есть, если устрица открыта, да, вот так вот, вот таким образом раскрыта, вы ее взяли в руки, она не закрылась, то такую устрицу уже есть нельзя, это просто опасно для здоровья. Поэтому самое важное, что вы выбираете устрицу, которая закрыта. Вот, пожалуй, все. Сейчас мы дальше пройдем в ресторан, где нам эти устрицы разделают и подадут. И мы уже посмотрим, как правильно их есть, чтобы было вкусно и полезно. Вот и пришло время попробовать устрицы. В первую очередь хочу отметить то, что устрицы очень полезны для мужчин, так как поднимают потенцию. Мы берем устрицу, обмакиваем ее в один из соусов, которых у нас здесь представлено несколько. В данном случае это тайский острый соус. При желании можно посолить. Как рекомендуют тайцы, устрицу нужно заедать вот такой зеленый трав. Я ее съел. С вечера будем ждать результата. Присоединяйтесь к нам. Вас ждут яркие впечатления, незабываемые воспоминания, редкие видео и фотокадры. Заказывайте поездку у своих гидов. Справки по телефону 088-381-6523.